20-летняя Юля с детства обожала собак и часто вспоминала добродушную овчарку своих родителей. Съехав от родителей, девушка сняла квартиру в спокойном районе с хорошими соседями и устроилась на работу бухгалтером. Через некоторое время Юлия решила взять из приюта собаку, о которой она давно мечтала. Обойдя несколько приютов для животных, девушка наконец нашла, как ей казалось, идеальный вариант. Подрастающего щенка-овчарки, который смотрел на нее умными и немного грустными глазами, будто умоляя забрать его к себе домой. Оставив все сомнения, довольная Юля забрала с собой питомца по кличке Бронкс. Пес быстро освоился в небольшой квартире новой хозяйки и чувствовал себя здесь как дома. Юля также сильно привязалась к ласковой и игривой собаке. И все же девушка сильно удивилась, когда однажды утром обнаружила Бронкса спящим рядом с ней в кровати. Конечно, Юля согнала питомца со своего спального места. Вот только следующее несколько дней повторялось то же самое. Проснувшись утром, девушка обнаруживала, что пес спал рядом с ней. Как бы девушка ни старалась объяснить животному, что его место на пушистом коврике у порога, ситуация не менялась. А ударить питомца, чтобы отучить его от столь дурной привычки, у хозяйки не хватало духа. Юля сильно привязалась к своему новому мохнатому другу. И в итоге смирилась с его странной, но такой милой привычкой. Все шло хорошо, а новые заботы, которые появились у девушки по уходу за лохматым питомцем, были ей только в радость. Вот только через пару недель Юля начала замечать, что она стала просыпаться совершенно обессиленной. И никак не могла сползти с кровати, хотя всю свою жизнь девушка легко вставала даже без будильника. Сначала Юля не обращала на это внимания, решив, что дело в монотонной рутинной работе, которая, честно говоря, не вызывала у нее большого энтузиазма. Но с течением времени самочувствие девушки все ухудшалось, а противная слабость стала ее постоянным спутником. Поэтому Юля решила выделить время и сходить к врачу. Доктор осмотрел девушку и назначил ей несколько анализов. Вот только медицинские исследования ничего особенного не выявили, что позволяло бы поставить определенный диагноз. Расстроенная Юля рассказала врачу о своем питомце, который с недавнего времени взял привычку спать в одной кровати рядом с ней. Тогда доктор, недолго думая, пришел к выводу, что у девушки аллергия на собачью шерсть, и назначил ей несколько препаратов для подавления аллергических реакций, а также посоветовал свести до минимума контакты с животным. Вернувшись домой, обеспокоенная Юля последовала совету специалиста. Начала пить таблетки и постаралась настойчиво объяснить Бронксу, что его место на коврике у двери. Через пару дней девушка почувствовала небольшое облегчение, а собака послушно спала в коридоре. Поэтому довольная Юля решила, что врач оказался прав. Осталось лишь довести курс препаратов до конца, и можно вновь радоваться жизни. Через какое-то время Юля выпила все купленные ей лекарства. А упрямый Бронкс все-таки иногда ночью забирался в кровать хозяйки и спал рядом с ней до утра. Кроме того, сама Юля не только окончательно не выздоровела. Слабость, вялость и апатия вернулись к ней с новой силой и превратили жизнь бедняжки в настоящий кошмар. Расстроенная девушка не знала, что ей теперь делать и к кому обращаться за помощью. Бронкс был таким же активным и жизнерадостным, как и в тот момент, когда она забрала животное из питомника и приютила у себя дома. Поэтому Юля пришла к выводу, что дело не в нем. Вот только жизнь Юли, несмотря даже на довольного питомца у ее ног, стала по-настоящему невыносимой. Девушке даже пришлось взять на работе отпуск за свой счет, так как мысли постоянно путались в ее голове, и она никак не могла сосредоточиться на своих обязанностях. Когда Юля уже совершенно отчаялась и с ужасом думала, что у нее может быть смертельная болезнь, к ней в гости зашел приятель, который работал ветеринаром. Увидев печальное состояние хозяйки и узнав, что все это началось после приобретения Бронкса, знакомый настойчиво посоветовал Юле привезти собаку в его ветеринарную клинику, чтобы подтвердить или опровергнуть возникшее у него подозрение. Ситуация девушки была безвыходной, поэтому ей пришлось последовать совету ветеринара. Однако при внешнем осмотре Бронкса ничего не удалось обнаружить, поэтому у пса взяли несколько редких и довольно дорогих анализов, результатов которых пришлось ждать целую неделю. Эта неделя показалась ослабшей до невозможности Юли настоящим адом, а когда наконец раздался звонок от знакомого ветеринара, она сразу же взяла трубку. Мужчина взволнованным голосом сообщил Юле, что она подхватила от Бронкса очень редкую и чрезвычайно опасную болезнь, которую невозможно выявить, не проведя специальных исследований. Страшное заболевание редко передается от собак людям, а в случае с Юлей это случилось из-за постоянного близкого контакта с питомцем. Скорее всего в тот момент, когда они спали рядом. Ветеринар назначил для Юли и ее питомца срочный курс очень мощных антибиотиков, добавив при этом, что если бы девушка протянула еще немного, то все закончилось бы для нее очень печально. При этом у самого Бронкса болезнь никак не проявлялась, он был лишь ее переносчиком. Юля сразу начала принимать лекарства, так же, как и ее питомец. Закончив курс, девушка почувствовала значительное облегчение, а результаты повторных анализов показали, что ни у нее, ни у Бронкса болезни больше не было. В тот день Юля наконец вздохнула с облегчением, крепко обняла Бронкса, который ненароком чуть не погубил ее, и позволила любимому питомцу заснуть рядышком на ее большой мягкой кровати. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова